дорогие подписчики всем привет возникает много вопросов на тему того как же готовить самый настоящий идеальный рассольник я вам расскажу о нюансах приготовления конечно своих возможно будет много споров на тему чтобы я так неправильно делаю а я так делаю а ты делаешь не так и не важно я буду рассказывать о том как делаю я вкусный рассольник значит вначале кастрюлю нагрели сюда отправляем лук прям берем просто его и начинаем обжаривать поджаренный лук это уже гарантия 15 процентов усиления вкуса в рассольнике к луку и добавляю сливочное масло сливочное огонь регулируйте чтобы у вас там ничего не горело но все хорошенечко обжаривалась пассируем на сливочном масле лук до таких карамельных корочек примерно две-три минуты с карамельные быстренько корочки делаю ускоренный процесс вот не штучок вот смотрите лук немножко карамелизовался появились подпалины но лук еще не готов вкус сделали теперь добавляем туда огурцы огурцы должны быть соленые бочковые без уксуса без всякого без кислоты натуральное брожение натуральное сквашивание огурцы должны быть просто соленые огурцы слегка обжариваем вместе с луком но чем меньше вы порежете тем они быстрее приготовиться некоторые повара и некоторые мои знакомые очищают огурец да так тоже можно но я привык не очищать потому что это все-таки такое суп домашний хочется на жористости поэтому некоторые моменты мы упускаем теперь я сюда добавляю рассол огуречный смотрите в зависимости от того насколько он сильно соленый следите за тем чтобы рассола слишком много не было лучше потом бульон досолить в конце чем переборщить вот с этой вот соленостью рассола она очень специфическая и так просто потом от нее не избавишься она бывает очень навязчивая знаете когда в блюдо переборщиваешь мед и он становится такой приторный из-за вкуса меда они из-за количества сладости от меда мы все это вместе тушим минут 5-7 если маленький кубик может быть но 5 хватит если кубик покрупнее 10-12 минут тушим для того чтобы размягчились огурцы как только огурцы у нас протушились я сразу же добавляю туда картофель и картофелью я добавляю куриный бульон который кстати я варил вот в этом ролике смотрите заливаю половина объема куриным бульоном а половина объема заливаю бульоном из куриных сердечек и конечно же добавляю куриные сердечки я их даже не стал заморачиваться обрабатывать просто сварил как есть главное пену убирайте картошки у меня всего лишь одна штука на полтора литра у меня сейчас здесь полтора литра трех литровая кастрюля вот примерно половинку мы сюда значит когда варите рассольник поглядывайте на количество густых ингредиентов я не весь долил бульон от сердечек и у меня еще есть куриный бульон если что если когда вы добавите перловку поймете что густоватый можете добавить еще и прокипятить сейчас у нас все вкусы объединяются и картошка варится видите у нас здесь достаточное количество уже густых на субстанции элементов как бы это правильно назвать ингредиентов и мы пробуем на соль на соль великолепно вы меня спросите почему же я вдруг из одной кастрюльки налил бульон куриный а из другой сердечный назовем его так куриный бульон универсальный вы его отварили и на основе него можете готовить различные супы а вот бульон который мы готовим из сердечек он подходит только вот сюда бульон к супу который делается на потрошках это очень важно некоторые используют желудочки когда вы варите желудочки бульон этот никуда не идет почему потому что он горчит в ресторане обычно этот бульон я не использую бульон от желудочков желудки достаю бульон утилизирую режу желудки и отправляю сюда уже в готовый суп потому что они у нас хорошенько выварились мягкие но это все может помешать вот да тот бульон о котором я говорю как только у нас отварилась картошка я сюда добавляю перловку какой же рассольник у нас без перловки перловку я заранее отварил почему я не варю ее здесь во первых она варится очень долго во вторых вкус куриного бульона исчезнет от этого навязчивого крупяного аромата которым обладает перловка смотрите мы добавляем уже готовую перловку и немножко провариваем ее в супе следим за консистенцией и что мы получаем суп у нас не такой замыленный как если бы мы варили рис или перловку кто как что добавляет в самом бульоне и помешивайте вот смотрите перловка уже особо там куда-то развариваться не будет объем уже почти достигнут она впитала в себя достаточное количество воды и следите за тем кто любит больше перловки добавляйте больше перловки самое главное соблюдайте шаги а количество ингредиентов это на ваше усмотрение потому что кто-то любит чтобы ложка стояла в рассольнике а кто-то любит чтобы он был пожиже я например люблю чтоб пожиже был добавлю еще чуток куриного бульона переставлю кастрюльку на маленькую конфорку сюда ставлю сковородку и добавляю один малюсенький ингредиент сливочное масло сливочное масло растопилось я сюда отправляем как бы вы думали что кусочки обработанные куриной печени смотрите рассчитывайте на количество порций по три кусочка где-то на порцию примерно как только вы отправили печень на сковородку не трогайте ее пусть она прижарится с одной стороны хорошенько когда кладете много печени она крадет температуру сковороды и начинает пускать воду небольшое количество печени о стреляет то она как небольшое количество печени хорошенько обжаривает о видите что у нас происходит с печенью она подрумянилась теперь переворачиваем и оставляем на слабом огне но следите аккуратно чтобы она не сильно стреляла горячее масло конечно такая штука малоприятная на руки в общем суть в чем печень должна обжаривать а не протушиться именно в сковородочке добавлять ее будем потом обязательно соль обязательно черный перец я газ выключил поставил печень доходить буквально и обжаривал наверное пару минут следите за тем чтобы кусочки печени вас были тоненькие чтобы она быстро обжаривалась а то напишите потом я пару минут жарил она была у меня замороженная ничего не приготовилась нет друзья печень охлажденная заранее и нужно разморозить если она у вас заморожена лучше всего купить конечно свежачок солю по чуть-чуть смотрите рассольник готов выключаю переходим к сервировке так нужно обязательно помешать оценить аромат наливаем наливаем рассольник так чтобы у нас здесь все было шикарно красиво и удивительно добавляем сюда обязательный кусочек сливочного масла несколько кусочков жареной печени если печень будете варить вместе с бульоном он будет горький так делать нельзя но так как это у нас рассольник с потрошками то хочется чтобы печеночка все-таки присутствовал укроп по желанию можно просто взять руками и порвать его вот так так будет вкуснее и ароматнее самый вкусный рассольник ну на мой взгляд и для меня готов вот попробуйте так сделать я вас уверяю что вот эти все нюансы если вы их используете дадут вам совершенно потрясающий результат что-то не нравится пишите в комментах нравится пишите в комментах я очень рад что вы пишете с удовольствием отвечаю и участвую в дискуссии приятного аппетита друзья